В эфире День города. Ежедневная информационно-аналитическая программа, в которой наши журналисты собрали материалы наиболее важные и актуальные, которые расскажут зрителям о жизни нашего города и его жителях. Небольшой анонс сегодняшнего выпуска. Всемирный день защиты прав потребителей. С какими проблемами рязанцы чаще всего обращаются к юристам? Мы им деньги платим, а они нас завтраками кормят. Рязанцы устали просить управляющую компанию о проведении в их доме капремонта. А фонари-то не светят. Шаукат Ахметов взял под личный контроль ситуацию с уличным освещением. Всемирный день защиты прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта. Впервые день был отмечен в 1983 году. С тех пор проводится ежегодно. Причем мероприятия дня каждый год посвящены определенной теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей. За эти годы более миллиона обратившихся в территориальное общество защиты прав потребителей и граждан, чьи права были нарушены, получили квалифицированную юридическую помощь. Уже традиционно во многих российских городах специалистами данного органа проводятся горячие линии и пресс-конференции по вопросам защиты прав потребителей. Нарушена технология, отсутствует утеплитель с наружной стороны дома, нет должного количества радиаторов, которые недовложили, как сказал Бархадий Райкин. Олег Попов юрист по профессии. Не только помогает обманутым потребителям, но и сам регулярно защищает свои права. На сегодняшний день, говорит, увеличились жалобы рязанцев на промерзание стен в новостройках. Они обращаются к руководству строительных организаций, к кому они отдавали деньги за строительство качественного и безопасного жилья с требованием устранить недостатки. Однако, это не получается и приходится, соответственно, проводить досудебные экспертизы. И в дальнейшем наши юристы готовят претензии, исковые заявления в интересах тех лиц, которые проживают в новых, современных, красивых домах, не отвечающим требованиям качества безопасности. С наступлением весны, рассказывает защитник прав потребителей, модницы города меняют зимние сапоги на весенние полусапожки. Но после покупки зачастую обновка не соответствует требованиям. Сложности порой возникают у тех лиц, которые не берут соответствующие гарантийные талоны, товарные чеки, кассовые чеки. Ну, к сожалению, есть такая категория людей. Тем не менее, когда возникает вопрос, начинаем готовить претензию. Очень часто в досудебном порядке возмещаются расходы, связанные с приобретением некачественной обуви. Но первое место по количеству жалоб и обращений к защите прав рязанского потребителя по-прежнему занимает состояние городских дорог, от которых автомобили буквально ломаются внезапно и надолго. Примеров, когда суды рязанские вставали на сторону граждан, которые попали в подобную ситуацию, достаточно много. И хочу сказать, что взыскиваются и расходы на техническую экспертизу, и компенсация морального вреда. В советские времена само это слово «потребитель» произносилось не иначе, как с осуждением. Партийные пропагандисты критиковали потребительское отношение к жизни, которое мешает строительству коммунизма. А сегодня многие российские граждане уже довольно свободно ориентируются в рыночной экономике, знают, как отличить качественный товар от подделки и все чаще готовы отстаивать свое право на достойную жизнь в любых инстанциях. Сотрудники рязанской полиции, вновь прибывшие на службу в органы внутренних дел и закончившие первоначальную подготовку, приняли присягу. 48 полицейских прошли тщательный отбор, и теперь они готовы приступить к своим служебным обязанностям. Марина Комиссарова в своем сюжете расскажет обо всем подробнее. Сотрудники рязанской полиции, вновь прибывшие на службу в органы внутренних дел и закончившие первоначальную подготовку, приняли присягу. Торжественная церемония состоялась в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени Кикотя. Присягу сотрудника органов внутренних дел приняли 48 полицейских, закончивших обучение на базе созданного при РФМУ факультета первоначальной подготовки. Вложена для меня обязанность по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную служебную тайну. Клужу России, клужу закону. Заместитель начальника МВД России по Рязанской области полковник полиции Владимир Сурин поздравил полицейских с принятием присяги и обратился к ним со словами на путствие. В рамках акции «Добрый полицейский» управление МВД России по Рязанской области пригласило учеников рязанских школ номер 58 и номер 69. Для гостей устроили экскурсию и показательные выступления. Это мероприятие было подготовлено при содействии РФМУ и под эгидой общественного совета при региональном УМВД. Не первая акция, на которой я сам лично присутствую. Когда проводилась акция в УВД города Рязани, тогда также был спецназ СОБР, как сегодня. Сегодня они делали показательные выступления. Показательные выступления – это, конечно же, мощь, сила, дети в восторге. 48 сотрудников, построенные для принятия присяги на плацу, несколько месяцев назад прошли строгую проверку физических и интеллектуальных качеств, необходимую перед поступлением в органы внутренних дел. Накануне они сдали экзамены по первоначальной подготовке, в которую вошло изучение правовых дисциплин, физическая, огневая и медицинская подготовка, и получили знания и навыки, необходимые для службы в полиции. После торжественной церемонии начался патриотический праздник, в котором поучаствовали 45 школьников. Сотрудники ОМОН у МВД России по Рязанской области и курсанты рязанского филиала Московского университета МВД устроили для гостей показательные выступления, продемонстрировали собравшимся образцы вооружения и техники, стоящие на вооружении в этих подразделениях. Естественно, мы очень благодарны вам за такое мероприятие, потому что в деле патриотического воспитания граждан, будущих граждан России, такие мероприятия просто неоценимы, можно сказать. Дети с восхищением смотрели на курсантов, они посмотрели присягу, выступление спецназа, правильно я назвала, и торжественное прохождение взводов по плацу. По тому, как искрятся глаза детские, по тому, с каким они восхищением на все это смотрели, ну, это дорогого стоит, конечно. Спасибо вам огромное. В завершение дня для школьников провели экскурсию по учебным корпусам и полигонам, которые оснащены по новейшим разработкам и образовательным программам. 2016 год в МЧС России объявлен Годом пожарной охраны. Целью данного года является дальнейшее развитие всех видов этой работы, популяризация среди населения профессии пожарного, пропаганда деятельности подразделений пожарной охраны и повышение эффективности работы по формированию и развитию традиций МЧС России. У рязанских спасателей состоялись соревнования по ликвидации последствий автомобильных аварий. 14 марта на базе специализированной пожарной части номер 17 сотрудники МЧС еще раз отработали навыки спасения людей. Такие соревнования проводятся ежегодно. Примечательно, что в этот раз они состоялись в год пожарной охраны. Все мы уже с недавних времен участвуем в данном виде ликвидации и червещения ситуации. Поэтому данные соревнования связаны с тем, чтобы повысить ваш профессионализм. Прошу вас отнестись к выполнению данных мероприятий с полной отдачей. Всего в соревнованиях приняли участие 10 пожарных частей Рязани. В состав каждой команды входило по 4 человека. Пожарный расчет должен был потушить возможный очаг возгорания. С помощью спасательного оборудования вскрыть автомобиль, извлечь пострадавшего и оказать ему первую помощь. Оценивалось время выполнения каждого этапа, а также правильность и слаженность действий. По итогам соревнований победу одержала команда пожарной части номер 5. Мы им деньги платим, а они нас завтраками кормят. С такой жалобой в нашу редакцию обратились жильцы дома 24 по улице Новоселов. По словам владельцев квартир, их борьба с обслуживающей компанией длится долгие годы. Капитальный ремонт в 40-летнем строении не провели ни разу, а только обещают. Причем, совершенно не стесняясь, обещания своих не выполняют. Анна Герцовская расскажет обо всем по порядку. Этот 10-подъездный дом на улице Новоселов построен более 40 лет назад и ни разу в нем не проводился капитальный ремонт. Последние несколько лет жильцы дома всерьез обеспокоены протечкой крыши. Вода проходит не только на верхние этажи, она идет в квартиры ниже по проводке, трубам, стенам и обоям. Я уже задыхаться стала вот от этой сырости, от этой плесени. Вот сейчас хорошая солнечная погода, поэтому все нормально, высохло здесь. Сейчас начнутся слегка дожди, дожди, или снег вот будет, не дай бог, опять выпадет, да. Сейчас все обои опять все набухнут. От таких наводнений у Светланы Шабановой уже однажды случился пожар. Вода задела проводку и от замыкания загорелись обои. По всем вопросам ремонта жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию. И за ответами по натоптанной тропе наша съемочная группа отправилась туда вместе с жильцами. Здравствуйте. Какого разрешения вы снимаете? Вы не снимаете здесь, пожалуйста. Увидев видеокамеру, диспетчер управляющей компании даже попыталась выставить нас вместе с жильцами за дверь. Но спустя время все же неохотно дала комментарий. Диспетчер сказала, что вопросом ремонта дома номер 24 на улице Новоселов все же занимается мастер, но координат для связи с ним не предоставила. Это не диспетчеру. В каком хотя бы процессе находится это дело? Все передано к мастерам, мастера это все решают. Каждый раз жители просят у управляющей компании произвести хотя бы текущий ремонт, чтобы остановить протечку крыши. Но эффекта нет. Приходил мужчина, мастер, у нас посмотрел и говорит, ну я уже был тут, но они были там, разом в 10 уже были за зиму. Зима теплая, постоянно течет. И что они делали? Ничего пока не сделали с них, там скидывали, наверное. Ну а вот как вы пытаетесь достучаться до мастеров или даже… Вот сюда приходите. Просто приходите? Да. И вот каждый раз так просто приходите? Да, приходите, да. Как дальше выяснилось, некоторые сотрудники управляющей компании все же в курсе всех разрушений дома номер 24. Сами они его называют большой проблемный дом. Там рассыпалась стяжка вся, не только что вот тот самый кровельный материал направляемый, он еще рассыпался вся стяжка, там до плит все рассыпано. Козырьки вот эти, которые над вытяжками, они превращаются в щебенку. Мы частично уже заменили козырьки на металлические там. Поэтому мы этим домом, в смысле, владеем ситуацией полностью по нему. Но не все в наших силах сделать. В этом году, в 2016 год, они поставлены, по крайней мере, сейчас они в списке стоят на капитальной ремонте. Однако в такие обещания по капитальному ремонту совершенно не верят жильцы. Они устали от происходящей ситуации. В прошлом году также говорили, будет капитальный ремонт, ждите. Проведя такое небольшое расследование, услышав мнение жильцов и управляющей компании, остается надеяться, что в этом году ремонт дома все же будет произведен. И его жильцы заживут спокойно под новой крышей, дыша свежим нормальным воздухом, не боясь бесконечного ремонта и возможных пожаров. Проблему некачественного городского освещения в Рязани не перестают обсуждать. Причем как жители города, так и представители власти. На прошлой неделе в региональном правительстве состоялся брифинг, на котором первый зампред Шаукат Ахметов высказал свою точку зрения относительно этой проблемы. Радует на сегодняшний день лишь одно – мнение чиновника совпадает с мнением большинства. Роман Дворецков разбирался в ситуации. Плачевное состояние дорожного полотна в Рязани и области – самое важное, но, к сожалению, далеко не единственная проблема, волнующая жителей города. После замены ламповых фонарей на светодиодные, рязанцы стали жаловаться на плохое освещение в разных районах города. Светодиодные лампы проработали в нормальном состоянии не так долго, как ожидалось. На прошедшем брифинге, посвященному ремонту дорог Шаукат Ахметов, также затронул тему освещения проезжей части. В городе же Рязани поставили по светодаче неэффективные светильники. Естественно, мы сейчас с администрацией города понуждаем этого подрядчика заменить и поставить нужные светильники. Если не будет идти на встречу нам, естественно, мы будем ставить вопрос о расторжении контрактов, о привлечении к материальной соответствии с действующим контрактам. Ну а те люди, которые в составе подрядчиков превысили свои должностные полномочия, соответственно, компетентные органы сейчас проводят расследование, и виновные люди будут привлечены к ответственности, и судом будет доказана их вина. По словам первого зампреда правительства, энергосервисные контракты будут более эффективны, если каждая из сторон будет грамотна, а главное – добросовестно выполнять свои обязательства. Одна из немногих дорог в городе, где с освещением практически нет проблем – это Северный обход. Там стоят натриевые лампы, но поставить их во всем городе и области нет возможности. Ну, натриевые светильники, они дорогие в эксплуатации. И сами вот эти вот лампы, да, они натриевые, дорогие, и в эксплуатации они потребляют большое количество электрической энергии. Вот в прошлом году мы 45 населенных пунктов, по которым проходят региональные дороги, осветили. Это большой шаг сделан. В этом году эта программа тоже будет продолжена. Около 30 населенных пунктов будут освещены. И пока идут дебаты на тему, какие же светильники все-таки лучше, с наступлением темноты некоторые районы города все еще погружаются в кромешную тьму. Мартовское потепление порадовало горожан. Рекордный для этого месяца плюс продержался солидный период. Синоптики в ближайшие дни ожидают своего рода выравнивания температурных показателей. Какой будет погода на этой неделе, расскажет Наталья Новикова. Зима в нашем регионе, похоже, все же решила взять реванш. Уже в выходные заметно похолодало, но среднесуточная температура оставалась положительной. На текущей неделе похолодание продолжается. И к концу рабочей недели синоптики уже обещают минус. Сегодня в Рязани, благодаря антициклону, у нас последний на этой неделе погожий и весенний денек. Со среды на Рязанскую область начнет оказывать влияние обширная циклоническая система, которая будет распространяться с северо-востока. Завтра, 16 марта, уже ожидаются небольшие осадки. Ночные температуры останутся низкими в пределах минус 6 и минус 11 градусов. Днем столбик термометра покажет 0,5 градусов. Погода станет более ветреной, из-за чего станет еще менее комфортной и казаться на пару градусов холоднее. 17-18 марта также местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Ночные температуры составят 0,5 градусов, днем столбики термометра покажут минус 1, плюс 4. Также сохранятся порывы с северо-западного холодного ветра. В выходные вновь ожидается понижение температуры воздуха. Ночью минус 5, минус 10, по области местами до минус 15 градусов. Днем минус 4, плюс 1. Возможен небольшой снег и гололедится на дорогах. В общем, погода снова вернет нас к самому началу марта. А март, как известно, в средней полосе все же зимний месяц. А вот настоящая весна вернется в наш регион только ближе к апрелю. На сегодня это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Программа «День города» прощается со зрителями до завтра. Благодарим за внимание. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин